Всем добрый день, это Аркадий, мы с вами в Канаде. Сегодня я хочу обсудить книгу, которую написал наш соотечественник, не побоюсь этого слова, русскоязычный канадец. И, кстати говоря, наверное, ну среди той литературы, которой я знаком, это первый русскоязычный канадец, чью книгу я держу в руках, зовут его Анатолий Семенов. Книга называется «Нелегальное лицо. Россия. Непроходной двор». Хочу буквально несколько слов рассказать про эту книгу, свои впечатления. Почему я могу порекомендовать эту книгу для прочтения, кому я рекомендую отнестись к ней с осторожностью. Я скажу сразу, что это не реклама, книга уже разошлась с тысячным экземпляром. Прочитал я ее, наверное, месяцев шесть назад на одном дыхании. Очень быстро она прочиталась у меня, и написана она с юмором. В принципе, такой жанр, я бы отнес его к жанру сатиры, и поставил, ну, может быть, на одну полку с такими книгами про эмиграцию, которые мне приходят. Ну, первые, наверное, на ум это Кыся, Интердевочка, хотя Интердевочку, там, сложно назвать комедией частями. Ну, и, может быть, даже похождения Хаджина Средина где-то, поскольку здесь довольно много шуток, и воспринимается это легко, по той причине, что книга написана во многом про нашу жизнь, про наше советское прошлое, про Россию 90-х, про Канаду 90-х, что для меня, в принципе, было новым, и про, немножечко про современное время. О чем же речь идет в этой книге? Автор родился в пригороде Баку, или на окраине Баку, не знаю, как это назвать правильнее. Новая для меня информация была о таком небольшом национальном меньшинстве, называемом Таты. Это, насколько я понял, это горские евреи, которые проживали, в том числе, в Азербайджане, на территории Азербайджана. И многие из них проходили репатриацию, то есть уезжали тогда как раз-таки из Советского Союза в Израиль. И повествование этой книги частично о его семье. Там было 10 детей, по-моему, он даже был последним ребенком, его родственники уехали в Израиль. Эта часть как раз-таки повествует о его вот этом бакинском детстве. Дальше идет вторая часть, это жизнь в Калининграде, его обучение в музыкальном училище. Его армия. Ну, тоже, в принципе, интересно, все таким простым языком написано. Я, насколько помню, из книги он где-то с 60-х, 70-х годов рождения. Я немножечко помладше, но немного тоже застал эту эпоху. Некоторые вещи очень близки. И книга читается легко, в принципе, для людей неискушенных литературой. И приятное чувство юмора, есть элементы даже какие-то эротики, я бы сказал. Но что я хочу отметить, что нет, несмотря, да, вот на надпись 18+, точнее, почему-то здесь плюс 18, нет пошлости. Я не прочитал никакого там, никакой оскорбительной лексики, не в чей адрес. И, в принципе, даже больше, наверное, уважения в этой книге к людям, с которыми герой пересекался. Книга автобиографическая. Герой пересекался людям, которые ему помогли. И тем, кто, наоборот, строили какие-то препоны на его пути. И вот вторая часть этой книги, она продолжается тем, что он женится. И в книге он, кстати говоря, выражает благодарность своей бывшей жене, ну, наверное, за то, что она его подтолкнула на этот брак и подтолкнула на эмиграцию. Они уехали к своему дяде в Канаду, остались, подали на статус беженца, получили канадское гражданство. Я так понимаю, утеряли советское, российское гражданство, азербайджанское. На какое они там могли претендовать. Очень интересно описывается Торонто, Монреаль тех лет, как они прилетали, как они передвигались, кто их встречал, как дядя их сидел на пособии, прописал их у себя и пытался получать за них деньги от государства. И третья часть книги, хотя на самом деле с этого начинается сама книга, она о том, как он вернулся в Россию 90-х, как он работал и жил в России с канадским гражданством, не будучи гражданином России. Почему, собственно говоря, так моя книга называется «Нелегальное лицо». Но, скорее всего, потому что в России он оказался нелегалом. Несмотря на то, что он русскоязычный, гражданства у него российского не было. Очень много описания хождения по кабинетам, бюрократии, переписки, попытки пересечь нелегально границу в Финляндию, чтобы продлить там визу российскую и так далее. Но интересно, конечно же, все это повествуется довольно здорово. И, честно говоря, складывается такое ощущение, что речь идет о жизни этакого разгильдяя, которому, в принципе, много везло. То есть и там ему дядя помог, и здесь ему с работой подфартило. И вроде бы как он никаких больших таких усилий не делает для того, чтобы встать на ноги. Плывет по течению, но жизнь, она его идет. Жизнь идет вполне успешно. У него несколько там романов по этой книге, несколько любовных интересных отношений. И в итоге все заканчивается тем, что со своей новой семьей он возвращается в Канаду обратно. Друзья, почему я сказал, что эту книгу... Ну, я бы хотел рассказать, почему я рекомендую читать ее с осторожностью. Во-первых, вот такой способ выезда, как у него был в Канаду, когда он уехал к дяде по гостевой, остался на беженство, сейчас далеко не все проходят с такой легкостью. И действительно, сейчас политические иммигранты это абсолютно другая категория. И просто быть гражданином России, как тогда быть гражданином Советского Союза, не означает, что человек может претендовать на статус беженца. То есть не воспринимайте это как инструкцию. Второй момент. Его этот выезд в Канаду, затем возвращение в Россию, утеря гражданства, это вполне реальная ситуация. Это не первый человек, у которого я такую ситуацию знаю. У меня был один знакомый гражданин США, который утерял также российское гражданство, вернулся в Россию, влюбился, устроился на работу, работал он там непонятно кем, охранником, тренером. И в итоге его, мало того, что депортировали из России, и это было не так просто, это делается через суд. Еще и девушке, у которой он жил, дали, насколько я помню, два года условно, как-то так, да? То есть это не так все просто. И третий момент в завершении этой книги, он написывает про то, как они возвращаются в Канаду, и во второй части я вам расскажу про жизнь в Канаде, ну как-то так, да? Там без особых обещаний, друзья. Но верить не стоит, поскольку этот человек сейчас живет в итоге не в Канаде. В какой он живет в стране, вы узнаете позднее, я надеюсь, когда выйдет вторая часть. Но для тех, кому интересна вот эта тема литературы про эмиграцию, автобиографической, то в принципе книга будет интересной. В принципе вы посмеетесь, вы прочтете ее довольно быстро. Я не думаю, что книга эта станет инструкцией для жизни о том, как стоит делать, как стоит поступать. Скорее стоит изучить, какие ошибки не нужно повторять. И нужно, конечно же, понимать, что писал эту книгу Анатолий 10 лет. То есть 10 лет он описывал прошедшие там, я не знаю сколько, 40 лет своей жизни. И, конечно же, все здесь в очень таком сокращенном формате. Некоторые переживания прочувствовать не так просто, если вы не прошли этот путь. Для тех, кто живет в эмиграции, для кого особенно это не первая эмиграция, вам, конечно же, будет интересно увидеть себя в этой книге. И отчасти я здесь увидел кусочек своей судьбы, тоже. Но, но чем эта книга цена? К сожалению, на вот эту тематику эмиграции, я вспомнил там всего, может быть, три книги. Книг, литература на эту тему мало. Друзья, если вы можете порекомендовать в комментариях, что еще почитать вот подобное, автобиографическое, про жизнь простого человека, про переезд в разные страны, буду очень рад вашим рекомендациям. Эту книгу я приобрел в России за 619 рублей в магазине, причем, кстати говоря, в самом крупном магазине книжном Москвы, в Библиоглобусе. И, насколько я знаю, ее можно заказать с доставкой как в Канаде, в книгомании, так и в других странах через интернет, там на озон она продается и так далее. Я вам, в принципе, рекомендую заказать эту книгу, если у вас есть свободное время. Для меня она была огромной помощью скоротать время в перелетах. Спасибо за это Анатолию Семенову. Друзья, вам я желаю всего доброго. Пожалуйста, ставьте лайки, если это описание было интересным. Это было мое первое описание книги. Никогда в жизни я этого не делал, ни книги, ни фильмы, поэтому, если вы меня поддержите, буду благодарен. Но если вы на этом канале впервые, подпишитесь, пожалуйста, нажмите на колокольчик, и вы увидите больше видео о Канаде, об иммиграции, об образовании. И мы с вами разберем много интересных тем. Всего вам доброго, друзья. Пока.